Всем привет, с вами Олег, с канал Береглаб, северный геронуканах и землетрясения. Как обычно, начинаем обзор Солнца, включаем наш кинотеатр. И что мы видим? Вот как раз зачаток, вот этой вспышечки тоже мы видим такое полукругом, в нем образование. Такое, да, мы говорили, что планета как раз может поместиться в этой зоне. И, в общем-то, все это вылетает не в сторону нашей планеты. Ну, да, вот получается так, что из плазмы все может образоваться. Вопрос только состоит в том, как это все формируется, как вот это до такого идеального состояния все выводится. Вот это большой вопрос. Так, ладно, давай теперь посмотрим, что у нас последний кадр показывает. Последний кадр показывает, что у нас все тихо, все спокойно. Мы же не досмотрели видео, давайте досмотрим-то его. Так же, до остановились. Ну, в общем-то, все на этом. Мы видели вспышку X. И это X1.27 состоялось. Вот. И зона 3256. Та зона, которая оранжевая, но она уже отворачивается от нас. Вероятности были небольшие, и сейчас они тоже не поднялись. Смотрите, C-класс 95%, M-класс 15%, X-класс 1% всего вероятности. Вот, она 3256, то есть полностью. Вопрос только, почему вспышка отсюда пошла. Вот этот вопрос я на который не могу отдать ответ. Что-то здесь какое-то расхождение в данных, как вы считаете. Так, ну, здесь такой конгломерат тоже интересный. Ну, самое интересное, вывод какой, что вот это вот, когда доходит до края лимба солнечного, то, в общем-то, здесь и происходит усиление активности. Это мы наблюдаем практически постоянно. Что-то влияет на Солнце справа. Так, ну, у нас новости здесь 3266, а судя по всему, такая активная группа. Вот тут как минимум 4 пятна уже виднеются, такая, судя по всему, будет шустро разрастаться. Давайте посмотрим статистику. Всего у нас 45 пятен в 9 активных зонах, то есть количество и не такое уж и большое. Ну, давайте посмотрим теперь, что у нас в другом диапазоне излучения. В принципе, также тропики просматриваются, но видно, что вот сейчас вот здесь активности небольшие, то есть зоны такие довольно-таки скромные. Ну, вот здесь есть протуберайнос интересный, сейчас виден здесь тоже на 10 часах, но пока ничего такого особенного нет. Ну, хотя Солнце, видите, дарит сюрпризы неожиданно. Она вчера ни с того ни с сего раз пальнула Х1,2. Ну, что у нас дыра закрылась, судя по всему, и ничего, никаких больше возможностей для образования дыры пока не видно. Так, я вам могу идти на обстановку. Все прекрасно, все в салатовой зоне. Прогноз вот на 30-31 мая будет до 4 уровня, причем 30 мая, судя по всему, будет довольно-таки долго. Ну, это завтра уже 30 мая, да, получается. По вулканам у нас 46 вулканов, извергается при норме 40. Что у нас интересного из извержений? Сегодня она крокотала, опять проснулся и буянил. Высота, правда, была небольшая, всего лишь 757 метров над уровнем моря, пеплового столба. Ночью отмечали люди извержения Попугатипетля в Мексике. Сегодня и Беков у нас вулканчик выкинул, как обычно, 3 километра над уровнем моря. В общем-то, поразительная стабильность, где-то между 2-4 километрами выбрасывает. И вот безымянный сегодня тоже произвел пепловый выброс, и там посерьезнее 6 километров над уровнем моря. Здесь видно, что он еще оранжевого цвета, но ему надо давать тоже красный цвет, как и шувелочу. То есть активность там довольно-таки яркая присутствует. Так, давай теперь посмотрим, что у нас с сейсмичностью происходит на планете. 37 землетрясений, всего монетуды 4,9 и выше, при 0,50 мы видим прям такое четкое какое-то снижение. Вот, как говорится, бывает. В основном на западе сейчас Тихого океана, так и продолжается активность. В других местах как бы затишье в настоящий момент. Ну, давайте Европу посмотрим, что говорит Европа. Здесь в Исландии есть, на севере Норвегии довольно-таки редко здесь бывает. 2,3 на глубине 15 километров наблюдается. У нас на Канарах довольно-таки такая прям цепь, прям цепь такая. И смотрите, Гибралтар, здесь есть и средние глубины 2,5 на глубине 80 километров. Тут целая серия в районе Марокко. И к западу вот здесь есть серия. И главное, смотрите, идет вот сюда вот связь с землетрясением. Вот здесь Франция 3,3 на глубине 5 километров. Также у нас здесь видно, где Швейцария, где Франция с Италией соединяются. Здесь тоже у нас сейсмичность есть. Ну, самое основное событие... Так, это я не это имел в виду. Вот здесь вот еще вчера началось, ближе к Южной Италии, вот здесь вот активность. И вот мы видим 4,7 на глубине 10 километров. И здесь довольно-таки серия. Это получается на северо-восток от Неаполя. В этом месте вот такая вот сейсмичность. Ну, там тоже вулканы, понимаете. Все это состоит из вулканов. Ну, и вот вчера мы отмечали, вот здесь флегрейские поля 2,2 на глубине 2 километра наблюдалось. Так. Давайте теперь почитаем комментарии. Матвей Кузнецов пишет. Алекс, ну не начинайте, а то я знаю ваше мнение о пересыхающем Байкале и Хубсугуле. Это вообще не так. Это озера будут жить долго, а впоследствии соединятся через ту же Тункинскую долину. Ну, это мы вчера разбирали около Байкала, Тункинского долина. Ну, Матвей знает, что у меня такое мнение, что моря, что озера, у них путь один к пересыханию. И, допустим, если мы посмотрим, сейчас я открыл специально здесь Адриатическое море, да, отлично видно, где оно совсем недавно еще находилось. Вот сюда оно затекалось. Вот здесь вот равнины находятся. На них там помидоры выращивают, там виноград и все. Ну, виноград чуть южнее или севернее. А в основном там, вот в сельских хозяйствах, вот это как раз основа для итальянской кухни выращивают именно в этом регионе. Так, психолог Татьяна Лучезарная пишет. Алекс, спасибо огромное за историю Сочи и про авиакатастрофы, интересные наблюдения. Расскажите, пожалуйста, суть посеточной теории землетрясений, если я правильно запомнил название, как это можно представить. Ну, суть очень проста. Допустим, если мы возьмем сейчас землетрясение в Италии и посмотрим историю этих землетрясений, как они были по глубинам. Вот здесь на Европейской службе данных. И видно, что самые глубокие землетрясения, вот, это с 1960 года в Италии, располагаются вот здесь, вот в Теренском море и как раз вот как на поверхности носка, сапожка, да, вот если в виде сапога представить, и, соответственно, Сицилия. А сюда выходят вот более такие поверхностные землетрясения, и как раз крупные поверхности землетрясения вот в этом месте и происходят. Суть посеточной теории, она говорит о том, что происходит подъем с глубин в сторону поверхности. Причем подъем вот сюда идет, в сторону севера, либо сюда, в сторону востока, либо вот сюда, в сторону юга. Вот. Вот, то есть, как правило, имеется основное направление. Что самое интересное, что рельеф дна примерно тоже копирует это. То есть, как правило, вот эти глубинные центры находятся в тех местах, где находится и котловина. Вот я вкратце объяснил. Если хотите больше, мне кажется, вбейте в поиск на канале фасетки, там фасеточная теория. И там должны быть видео. Вот. Ну, я так очень быстро разъяснил. И, в общем-то, на вся наша планета, она получается покрыта вот такими... Это функциональное образование. Это не какие-то там органические, это не органы планеты. Нет. Это именно, судя по всему, временные процессы, которые происходят. И суть в том, что если нет глубинных процессов, то и со временем на поверхности ничего не происходит. Допустим, это вот видно в Восточной Европе, отлично, да, где вообще ничего не происходит. Ну, и также есть и другие зоны, где, допустим, Сахара, да, где, по идее, должны быть сейсмические активности, а их нет. И, наверное, для этого еще нужны водные резервуары, которые каким-то образом также вовлечены. Так, ну ладно, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь в Турции. Здесь также семерка представленная из автошоков, который состоит. Вот мы видим, ну, это мы вчера разбирали, да, в Дагестане землетрясение. Здесь тоже в Южной Грузии троечка на глубине 1 километр. То есть Южный Иран 4,4 на глубине 10 километров. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь в Средней Азии, Индия. Ну, также все очень рассеяно по Индии, мелкие землетрясения. И у нас есть изменения здесь в Центральной Азии. Давайте смотреть. Ну, здесь Афганистан, понятно, вот здесь к югу идет в сторону Пакистана. Здесь 4,3 на глубине 52 километра. Потом у нас средней глубины вот здесь Западный Китай. 105 километров 4,3. И на севере вот здесь Таджикистан. Здесь даже Кыргызстан отнесли 4,2 на глубине 10 километров. И 4,2 на глубине 38 километров. Так, давайте вот еще что интересно пишет Вера Фролова. Вчера как раз смотрел информацию о землетрясении в Спитаке 7 декабря 1988 года. Или его еще называют Ленино-Камским землетрясением. Так вот, там разбилось два самолета. Югославский Ан-12 при подлете Киев-1 отклонился от схемы захода и столкнулся с автодорожным мостом. Советский Л-76. Причиной катастрофы стала неправильная установка давления на эшелоне перехода, в результате чего самолет врезался в город. Цитаты из Википедии. Вроде бы все слова знакомы, но смысл причины катастрофы до конца не поняла. Вы знаете, лучше всего вот этот смысл разъяснил катастрофу новозеландского авиалайнера, который летал, у него были туристические поездки, специальные полеты к вулкану Ребес в Антарктиде. То есть, они туда 4-5 часов летели из Новой Зеландии, и вокруг этого Ребеса они разворачивались, и как раз пассажиры могли смотреть, как там извергается вулкан в Антарктиде, ну и типа ощущение, как будто они побывали в Антарктиде. Все закончилось тем, что самолет врезался в вулкан, и с тех пор это все прекратили. И вот если посмотреть также историю, то над многими вулканами одни и те же процессы, то есть самолеты не стало ни сего, даже в хорошую погоду, с хорошей видимостью, что-то происходит и врезается в горы. Так что вот такие вот мысли и истории. Так, давайте почитаем Алексей Покровский. Пишет Алекс, здраве, вам интересно, можно ли как-нибудь связать векторную и меридиональную направленность сейсмических событий? Векторная, как я заметил, происходит в основном на суше. Румыния в сторону Ростова, Афганистан, Таджикистан в сторону Уфы, Байкал в сторону Ангары и так далее. А меридиональная в основном связана с морями и островными государствами. Меридиональная разброс идет по меридиану, а векторная может и вдоль меридиана шарахнуть, а может и поперек. Значит, все зависит от глубинных процессов, я правильно понимаю. Просто глубинными процессами никто не хочет заниматься, легче плиты двигать. При Байкале у Аяна окраины Кинского плато давно молчали, а ночью показали, что еще готовы дышать. Доброго всем здравия и оптимизма. Спасибо большое, Алексей. Здесь мои мысли какие? Что с меридианами связана, скорее всего, активность, рост. Не непосредственно активность, которая происходит на глубине, а именно каким-то образом эти меридианы в этот момент, скорее всего, с Солнцем происходит какая-то связь. Либо, может быть, с другими планетами по этому влиянию. Вот о чем я думаю. А так, в принципе, давайте наблюдать тоже. Но я думаю, что направленно здесь тоже определяется. Видно, как здесь островные дуги идут, как здесь располагаются вот эти глубинные части, фасетки. Тоже имеет большое значение. Вот здесь вот видно, да, с севера на век вот сюда вот эта цепочка идет. Ну вот Гавайи, смотрите, они здесь когда-то шли тоже с севера на век, потом раз, поменяли свое направление. Тоже вопрос, почему такой резкий переход, почему такая резкая смена направления, да, вот этой островной цепочки. А Алиуты вообще вот так вот полукругом, да, идут с запада на восток. То есть вопросов очень много. Опять же, вот эта цепочка из Курильских островов, да, заставляет задуматься. Так, звони в Сочи, Дмитрий Габоров пишет, запасаюсь под корном и смотрю из Сочи. Будет интересно. Ну, правильно, абсолютно верно. Так, давайте теперь посмотрим дальше, что у нас происходит. Вот, это мы вчера разбирали, да, в районе Новокузнецка происходили, произошло землетрясение. Давайте почитаем, что об этом пишет. Вот, Екатерина По пишет. Алик, спасибо вам большое за труд. Каждый день очень емкие и захватывающие новости. В Искитимском районе пригородного Сибирска периодически трясет магнитуду от 3 до 6. А причина тому, видимо, техногенная добыча угля. Соответственно, в Кемерово и на Кузнецке та же история, только добавляется еще расположение между горными системами Салаира и Кузнецкого Алтава, которые движутся друг к другу. Екатерина, спасибо большое. Да, но вы понимаете, конечно, нельзя отрицать, что деятельность человека стимулирует здесь землетрясение, деятельность шахтеров. Но, обратите внимание, что по энергии, которая выделяется, мы не можем сказать, что те магнитуды, которые больше 4, они связаны с активностью человека. Это все-таки естественный процесс. То есть, человек, он может только с помощью ядерной, либо водородной бомбы вызывать, ну, где-то, да, 5,5 магнитуды, да, 4,0 и выше. Это процессы, которые простимулируют, но это естественные процессы. То же самое мы отмечаем в штате Оклахома, где нефтяники, там тоже зажаждая наживы, очень много выкачали нефти, и, в общем-то, они наблюдают, что штат стал сейсмически небезопасным. Так, Ольга Шаламова пишет, Алекс, добрый день, во Франции 3,6 магнитуда смотрела, вместо толчка это просто поле. Один из комментариев, что дом дрожал, и появились трещины на стенах, и отмечали глухой грохот. Да, кстати, вот эта часть Франции, она удивительна, потому что я понимаю, что здесь центральная часть, она вся вулканом представлена, а вот эта западная. Но, понимаете, здесь, опять же, границы идут океаны и суши, и здесь в таких местах может трясти. Так, Италия 4,9 опять пишут про гол земли, и был даже комментарий из Албании. Ну, да, похоже, что здесь активность ощущается. Но Адриатическое море здесь узкое, и поэтому из Албании могли тоже ощущать. Так, ну, связь там тоже есть, это практически одна и та же система. Ну, вот, Progressive Way пишет, сегодня землетрясение почувствовала, многоэтажки живу, казалось бы, еще немного, и домой просто свалится, а, дом просто свалится. Да, многоэтажки, особенно на верхних этажах, чувствуется очень хорошо. И вообще, на многоэтажки должны быть пирамидальные такие структуры со шпилем наверху, для того, чтобы, если будет сейсмическая энергия, чтобы она в этот шпиль собралась, переломила его, и тем самым рассеялась, чтобы она не шла обратно по зданию. Марина Суботина пишет, ох, как сложно, здесь и пятюню дают, и большой палец поднимают, и листочек клевера. Так, Виталий Виштолюк пишет, спасибо, благодарю вас, Марина и Виталий. Так, давайте, что мы еще не рассмотрели, какие комментарии. Лаплеск пишет, Алекс, привет, спасибо за выпуск, очень интересная информация по Сочи. У меня вопрос. Острова между Южной Америкой и Антарктидой, они похожи на мелкие зубки, полукругом расположенные, будто их сдвинули слева направо. Но я так понимаю, что вы имеете вот эти вот островки, да, это сэндвичевые острова, и это чистые вулканы, прям классические вулканы, поэтому они похожи, как на клыки, да, как вы правильно эту ассоциацию сделали. У меня вопрос. Острова между Южной Америкой и Антарктидой, да, если смотреть на карту, ощущение, что пролив искусственно создан, не метеорит однозначно. Какая у тебя версия гипотезы, как и почему образовался пролив между двумя материками. Моя вообще гипотеза заключается в том, что раньше вообще вся Земля была представлена одним океаном. И на чем это я базируюсь, это вы знаете, что человек, когда эмбрион человека, да, проходит в своем развитии все стадии, которые и животный мир проходил. То есть есть стадия там лягушки, головастика, потом там начинают лапы расти, как у ящерицы. Потом уже переход, видно, к млекопитающим, ну и потом уже, соответственно, получается уже похожий на человека. Я не знаю, у вас остались эти знания со школьной программы или нет, но факт остается фактом, что да, проходит вот такие стадии. Поэтому я считаю, что раньше все живые существа так или иначе находились в воде. А суша, вот это потихонечку стремление к Марсу, которую мы движемся в сторону Марса. И, в общем, когда-то и на Марсе была вода, да, это тоже факт. Но эта теория не нравится Матвею Кузнецову. Я не знаю, почему. Но вот он сообщает интересные зато данные. Алекс в районе Байкала тоже часто у самолетов, то техника ломается, то прямо авиакатастрофа происходит. Да, я помню, там какой-то Ил-86, по-моему, или 76, он как-то на взлете, что ли, упал. И так получилось, что там половина народа каким-то образом спаслись, выбежали, выпрыгнули из него. Очень интересная история. Я думаю, что это как-то связано с аномалиями над Байкалом, может, магнитными. Ну, да, тема вот эта интересна. Самолеты, вулканы и места, где здесь землетрясения, что там происходит. Тоже. Так, причем, если посмотреть историю авиации, там тоже вот были здесь, над Олигутскими островами летели тоже большой авиалайнер и вдруг не стало ни сего, он начал падать. И остановили падение где-то за километр до воды, получается, и полетели дальше, как ни в чем не бывало. Как он 9 километров потерял, так и остается вопросом большим, что произошло. Самая загадочная история. Так, 4.0 здесь командор. Это вчера мы разбирали, да, Хоккайда здесь около Японии. Вот здесь на юго-западе от Японии 5.1 на глубине 10 километров. Здесь север глубокий, усиленных Филиппин тоже вчера разбирали. Здесь 5.3 на глубине 30 километров. Типичная активность Суматра, Ява, здесь в районе Тимора. Нетипичная вот здесь западный Папа. Смотрите, как много мелких землетрясений, неглубоких, да, 4.2 вот здесь на глубине 10 километров. Ну, это вот Соломоны, тоже 6.1, это было вчера. Давайте перезагрузим. Давайте перезагрузим, потому что, потому что не хочется показывать Новую Зеландию. Какой-то интересный баг, конечно. Так, Новая Зеландия, здесь в основном средней глубины, но вот на северо-западе, на северо-востоке здесь троечки поверхностные и на самом юге. Ну, а Фиджио так и есть направление в сторону Новую Зеландию. И, кстати, в сторону Тонго здесь не глубокие землетрясения, точнее, глубокие, просто глубокие землетрясения. 4.4 на глубине 300 километров и 4.7 на глубине 252 километра. Так, что мы не посмотрели, Антарктиду, ну, так мы ничего там, наверное, не увидим никогда. Это мы вчера разбирали в Центральной Африке, сейсмичность в районе Аляски у нас потряхивает, ну, традиционно. Давайте вот, что посмотрим сегодня Вайоминг. Вы только поглядите, какая здесь активность-то в районе Йеллстоуна. И очень точечно, ну, есть вот здесь чуть южнее, но тоже в Вайоминге. И вот в районе Йеллстоуна я вижу, как 5, похоже, землетрясение, 2,5, вот, Йеллстоун 4 километра глубина, потом 2,7, 6 километров, 2,1, 1 километр. Смотрите, что-то Йеллстоун в последнее время как-то зачастило, и вот это даже мелкая магнитудная активность, но многое, когда землетрясение, оно даже опаснее, чем когда какое-нибудь крупное, там, четверка или пятерка там происходит, да, что-то там, да, наблюдается. Калифорния, Невада, вот здесь вот, Вашингтоне тоже по югу, да, там сейчас все, там сколько, 40-летие со стороны, с момента этого извержения вулкана Син-Хелленс, и вот все там опять вспоминают эти моменты, как все происходило, но мы не забываем, что все вот это, весь Запад США, это сплошные вулканы, там тысячи вулканов, которые только и ждут момента, чтобы проснуться. 4-0, Калифорнийский залив, потом вот здесь вот Мексика, у нас классическое распределение, да, немножко интенсивно, вот здесь вот на юге Мексики, то есть и глубокие, и средней глубины, и потом в океане выходит на поверхность, у нас и Никарагуа, здесь довольно активно, немножко Коста-Рико-Панама, так, в районе Пуэрто-Рико, классическая активность, вот здесь довольно-таки редко бывает, Венесуэла 4,7, на глубине 40 километров, Эквадор средней глубины, Перу, больше, в центральной части средней глубины, ну, классическое здесь Чили, Аргентина, распределение, да, вот только у Мендоза здесь, 3,2 на глубине 6 километров, и идем в сторону Южной Чили, вот здесь вот в океане, 4,7 на глубине 10 километров, и с Эндвичьево острова, что-то как-то помалкивают, так, ну, на Гавайях там есть такая мелкая сейсмичность, в основном двоечки, Кила уже перестала завергаться, но сейсмичность остается, ну, так что вот Елло-Эстон, серия в Елло-Эстонию, заслуживает внимания, я думаю, да, наверное, даже назовем видео сегодняшнее так, потому что давно уже не было такого, что прям, ох-ах, сказали, так, в Исландии, смотрим, вот разница, да, это мы включили монитор землетрясений, кстати, монитор землетрясений говорит, что всего лишь 107 землетрясений, магнитуды 2 и выше за последние сутки, при норме 150, ну, разница есть, так, и здесь вулкан, ой, ой-ой-ой, это надо прям вот, артикуляцию, кто хочет потренировать, вот, пожалуйста, Тейстарей-Джарбунга, Тейстарей-Джарбунга, вот такой вот у нас вулкан, 5.0 на глубине 5.2 километра, плюс еще троечка, там, здесь еще Франция западная, да, здесь 10 километров, 3.6 и 2 километра, недалеко от Бордо, никаких вулканов, ничего там нет, давайте Италию посмотрим, ух ты, отнесли к Везувию, что вы смотрите, какой, Везувий, то есть, смотрите, и Фильгейские поля, и там, и Везувия еще зафиксировали свою активность, очень интересно, Республика ТВ, 3.1 на глубине 10 километров, сибирское отделение РАН сообщает, но остальное, в общем-то, все в соответствии с ожиданием, здесь 5.1, 5.2 на Соломоновых островах, 9 километров глубина, вот здесь Фиджи, сверхглубокая пятерочка, Австралия западная, ну, так вот, давайте еще Венесуэла, вот это необычное, посмотрим, 4.7 на глубине 46 километров, и, смотрите, монитор сообщает только об одном, здесь 2.7 на глубине 0.92 километра, но зато пишет супервулкан Гиллустон, так что, вот такие новости на сегодня, с вами был Алекс, Канабередаб, желаю отличного упражнения.